Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск радиоблога. Начну с того, что завтра самый важный день в этом году. И можно сказать, за всё четырёхлетие, которое вот так быстро-быстро проскочило. И вот очередные выборы. Итак, единственное, что я могу сказать, что медиагруппа «Континент», которую я возглавляю, так же, как и радиостанции «Народная волна», поддерживают нынешнего президента Дональда Трампа. И призывают вас, тех, кто ещё не проголосовал, завтра отдать голос ему, чтобы он продолжал своё дело, которое, на наш взгляд, очень нужное и важное для того, чтобы страна шла вперёд, а не уходила влево и назад. Сегодня со мной в эфире мой тёзка и мой коллега, журналист, политолог Игорь Туфельд из Бостона. Игорь, привет. Привет. Ты забыл добавить, что не только коллега и тёзка, но ещё и человек, который тоже поддерживает Трампа. Ну, и это можно догадаться даже без того, что ты сказал. Тем более, я надеюсь, что, в общем-то, наши радиослушатели знакомы с тобой и на «Народной волне», и по ТВ-клубу «Континент», где ты часто в последнее время к нашему глубокому удовлетворению выступаешь. И, в общем-то, мы только днями обсуждали тему выборов. Тогда оставалось три дня, а сегодня остался один день. И, я думаю, у нас есть о чём рассказать. Безусловно. У нас есть о чём рассказать и есть о чём поговорить. Поговорить. Хорошо. Да, вот начни вот с тех фактов, которые, на твой взгляд, наиболее существенны. Ну, наиболее существенны – это колеблющиеся штаты, как известно. И здесь ни для кого не будет секретом, что основные два колеблющихся штата, ну, можно сказать, три – это Пенсильвания, Флорида и Огайо. Причём мне сегодня не очень понравился комментарий на канале «Фокс», который был сделан по поводу прогнозов, и сказали, что если Трамп не выиграет в Пенсильвании, то шансы на то, что он будет переизбран, минимальные. На самом деле, я не согласен с этим высказыванием. Объясню, почему. Как известно, в 2016 году на прошлых выборах Трамп набрал 304 электоральных голоса. Пенсильвания представляет собой 20 электоральных голосов. Поэтому, если мы вычитаем из 304, 20 электорных голосов остается 284. Как известно, для того, чтобы стать президентом, нужно набрать большинство. Это большинство, пускай минимальное, заключается в цифре 270. Так что, даже проиграв Пенсильванию, при том раскладе, который был на прошлых выборах, Трамп выигрывает выборы, побеждает и становится президентом. Но в отношении Пенсильвании есть тоже достаточно много интересных фактов, и мне бы хотелось их тоже обсудить. За последние 4 года больше 200 тысяч зарегистрированных сторонников Демократической партии перерегистрировались, и теперь они зарегистрированы как сторонники Республиканской партии. Это тоже большой плюс. Еще одна вещь, которая тоже, несомненно, будет играть огромную роль на выборах именно в Пенсильвании, это постоянные заявления Камалы Харрис, именно Камалы Харрис, а не Байдена, о том, что будут закрыты все скважины в день, первый день, как сказала Камала Харрис, то есть даже не важно, первый день, что она имеет в виду, 4 ноября или все-таки 21 января, она это не поясняет, ну, я не знаю, может, она вообще не очень хорошо пока разбирается в этих деталях, а главная же победа, а за ценой они-то точно не постоят, это очевидно. Поэтому в этой ситуации Пенсильвания, в общем, является таким штатом, где такая постановка вопроса явно не приносит плюсы демократической партии и ее кандидатам. Поэтому это тоже определенный фактор. Третий фактор, это губернатор штата Пенсильвания демократической партии открыто заявил, что у него есть серьезные опасения, потому что количество людей, участвующих в митингах в поддержку Трампа вызывает у него серьезные опасения, что Пенсильвания может быть вполне даже и республиканской. Я просто напомню, что было 4 года назад, за день до выборов в Пенсильвании Хиллари Клинтон вела больше, чем 2% был разрыв между Трампом и Хиллари Клинтон. На сегодняшний день разрыв составляет приблизительно 4% в пользу Байдена. Но, как мы знаем, эти 2% вовсе не сработали в пользу Хиллари Клинтон. Плюс еще любой опрос, официальные данные, 2% погрешности, 2-2,5% погрешности допустимо. Так что вполне, вполне реально, что Трамп победит в Пенсильвании. Огайо склоняется на сторону Трампа и Флорида тоже. Вот почему-то опросы CNN показывают, что в Техасе приблизительно равное соотношение сил. Честно говоря, мне очень вызывают большие скептические настроения по поводу этого опроса. Потому что, ну, если Техас проголосует, то тут уж точно даже с Пенсильванией никаких вариантов у Трампа не будет. Но, как говорил Антон Павлович Чехов, я просто закончу свою мысль. По-моему, этого не может быть никогда, потому что этого не может быть никогда. Никогда. Я, знаешь, хочу добавить в Пенсильвании, вот буквально в континенте, вот полчаса назад мы поставили новый материал, любезно переведенный для нас, Питтсбургским, нашим автором, он живет просто там, Валерием Данаевским, как раз о том, что местная газета, Питтсбургская, основная городская газета поддержала Трампа, в редакционная статья вышла, соответственно, и что характерно, с 72-го года эта газета республиканцев не поддерживала. Последний был поддержан ими президент Ричард Никсон. И вот представь себе, вот это, при том, что, конечно, в редакционной статье там можно найти много того, с чем бы не согласиться, но по понятным причинам все-таки они больше демократы, но при этом вот такая история. И я с тобой согласен, можно любые опросы проводить, но работающий люд этого штата, я думаю, скажет свое слово. да, я с тобой согласен, и, кстати говоря, тоже как напоминание, что в 72-м году таки победил Никсон, так что возможно, что именно Пенсильвания и была тем решающим фактором, который определил его победу. Хотя, по-моему, в 72-м году, я сейчас точно могу сказать, какой был расклад, и мне кажется, что Никсон победил с большим отрывом. Сейчас, одну секунду. Да, но пока продолжим. Да, пока продолжим, хорошо. Но есть и другие штаты, вот в частности называются, были публикации, что и Северная Каролина, и Вискансин, и некоторые другие штаты, которые, Мичиган, где Трамп победил как раз в 2016-м году. Вот почему считать только Пенсильванию, когда вот эти штаты тоже какие-то голоса дают? Что ты скажешь на это? Ну, опять, опросы есть опросы, опросы есть всегда. Да, и, кстати, я вот нашел информацию, интересно, в 72-м году Никсон победил с рекордным вообще разрывом, он набрал 520 электоральных голосов из 538. Ну, да. кстати, интересно будет, если то же самое произойдет на этих выборах. Интересно будет, конечно, да, я, будет очень интересно. некоторые, я бы даже сказал, не просто интересно, но еще и очень показательно. Очень показательно. Некоторые из наших друзей, политологов и журналистов, и тех, кто следит действительно за политикой, кстати говоря, и неоднократно, причем, говорили и писали, что ждите сюрпризов, вот и весь октябрь говорил про сюрпризы, но несколько иного рода там, что появится конкретно, имея в виду, что появилось. Появились, сюрпризы появились. Байдена сын возник, там, как черт с табакерки, и другие, но тут их предположение, что будет разгром, разгром Байдена, при том, что вот экзитболы там и прочее показывают, что скорее всего будет там совсем не так, но вот что ты думаешь на сей счет? Я могу сказать только одно, что если бы была гарантия того, что выборы будут демократическими, если не будет никаких подвохов и никаких фальшивок и никаких передергиваний, в чем я, к сожалению, очень сомневаюсь, то скорее всего было бы именно так. И все дело в том, что на самом деле с другой стороны, если подходить к этому вопросу, есть все равно так или иначе штаты демократические, которые по крайней мере на сегодняшний день при всем раскладе ты вряд ли сможешь поменять соотношение сил в этих штатах. Ну, прежде всего речь идет о Калифорнии и Нью-Йорке. Это большие штаты, где, собственно говоря, вряд ли что-то можно сделать там и без передергивания. Все достаточно ясно. С другой стороны, как раз эти штаты в общем-то и проблематичны, потому что мы все прекрасно знаем, что произошло в Нью-Йорке во время пандемии, хотя кома был сначала на коне, но потом, когда вскрылись эти факты с домами престарелых, то, в общем, его репутация сильно, конечно, была этим подмочена. Потому что касается мэра Нью-Йорка Деблазио, ну, тут вообще, как говорится, никаких комментариев быть не может. Люди бегут из Нью-Йорка, преступность на подъеме, и, в общем-то, люди в Нью-Йорке понимают, что при таком соотношении сил вряд ли можно будет что-то изменить в ближайшее время, поэтому я не исключаю, что кто-то из республиканцев, я имею в виду на выборах в Конгресс, в Нью-Йорке все-таки одержит победу. А в отношении Калифорнии там тоже губернатор Ньюс, не самый любимый всеми губернатор, и на самом деле Калифорния в общем-то была в определенном смысле республиканской, я имею в виду по крайней мере на выборах губернатора, как мы знаем, губернатором Калифорнии был и Арнольд Сворценеггер, и Рональд Рейган, все представители республиканской партии, поэтому но если говорить все-таки об электоральной, голосах, то наверное все-таки большинство демократов перетянет эти два штата, но собственно говоря на них никто и не делает особых ставок, как мы знаем даже предвыборная кампания Трампа, которая сегодня заканчивается, в общем этим штатам не уделяет особого внимания, и 4 года назад было то же самое, собственно зачем тратить силы, время на штаты, где шансы на победы не такие большие. Ну вот демократы потратили время, послали автобус агитационный в Техас, ты видел наверное, даже и у Трампа твит появился на сей счет, едет этот автобус и со всех сторон таким почетным экскортом, мотоциклы, автомобили и так далее сопровождают его естественно символикой нормальной, американской символикой, где флаги и где естественно трамповские лозунги, то есть было очень забавно наблюдать эту картину, потому что в принципе наверное вот поверили СНН и послали автобус туда. СНН может и поверила, но по крайней мере Байден насколько я знаю в Техасе не выступал. Ну Байден вообще мало где выступал. и Хиллари Клинтон там кстати тоже не выступал, потому что есть своя определенная стратегия, если бы речь шла о количественных голосах, то она надо было выступать во всех штатах. Вот кстати говоря в 16 году многие говорили ну как же так ведь Трамп же проиграл количественно. Ну никто почему-то при этом не хотел даже усвоить такую простую вещь, что если бы в Америке было бы количественное подсчет голосов, то стратегия избирательных кампаний была бы совершенно другой. Именно поэтому демократы не выступают в республиканских штатах, прежде всего в Техасе на Среднем Западе так же как и демократы так же как и республиканцы не выступают в демократических штатах таких как Калифорния и Нью-Йорк. Хотя в этом году может быть и имело смысл это сделать. Может быть ты видел кстати если уж вспоминать вот эти караваны мотоциклов машин и так далее даже в том же Нью-Йорке причем наши друзья участвовали в этом очень большими большими силами показывали то ту поддержку которая есть и это собственно говоря нечто новое в жизни этих городов и этих штатов. Кстати я не знаю как у тебя там Массачусетс на этот счет потому что там тоже в этом плане глухомань для республиканцев. Ну тоже кстати говоря не всегда и в 68 и в 68 в 72 году в 80 84 Массачусетс был поддерживал республиканского кандидата. Сейчас как я уже говорил не один раз я был поражен когда увидел магазин в котором продавались плакаты шапки и прочие причиндалы в поддержку Трампа. Он так и назывался Массачусетс по Трампу. То есть такого я не помню 4 года назад такого не было я не помню что кто-то поддерживал Митта Ромни хотя Митта Ромни в общем-то имеет прямое отношение к Массачусетсу он был губернатором это сейчас он переехал в штат Юта и стал сенатором в общем большую часть жизни в Массачусетсе избирался здесь как губернатор и победил на выборах и был губернатором в штате Массачусетс но это ему не помогло в Массачусетсе его не поддержали ну да он как губернатор еще они как бы могли это вытерпеть но президента иметь республиканцы для них это было на сегодняшний день Массачусетс республиканский губернатор Чарли Бекер да ну тем не менее их очаровал Обама в то время да на все 8 лет ну хорошо значит был такой мне напомнился фильм когда ты сказал об очаровании был такой фильм у Михаила Казакова один из последних он назывался очарование зла ага в данном случае мы не будем рисовать абсолютное зло хотя хотя Ром не вызывает много вопросов но бог с ним он уже он уже тоже все таки находится некоторым образом на обочине несмотря на свое сенаторство вот а вот есть люди которые из этой обочины хотят попасть условно говоря уже на самый век и вот что интересно в обойму да в обойму и что интересно они конечно делают большие расчеты на особенно не сколько на Байдена потому что на него смотрят только как на средства передвижения слушай он может какую-то функцию еврейскую играет да потому что помнишь был момент когда и еврей был не сколько это сколько средством таким чтобы не передвижение в Белый дом абсолютно разные вещи а тут вот насколько мне попалось на глаза что они связывают с Камалой с ее приходом они предполагают что очень много людей которые либо обижены либо недополучили либо еще не успели при Обаме что-то там вылезти куда-то совсем наверх они рассчитывают получить свой кусок пирога ну пускай мечтают как те мечтатели которые мечтают что их легализуют если придут к власти Байден и Харрис ну их если они придут к власти их легализуют таки да их легализуют еще откроют границы да для того чтобы тех тоже легализовать ну а что будет с Америкой тогда знаешь никто видимо кстати институт выборщиков тоже к тому времени они могут сказать что эта вещь устаревшая и ее похерить потому что уж тогда у них будет по-любому численное преимущество получаться потому что сразу добавится очень много людей которые будут чем-то обязаны ну Игорь давай мы все-таки за день до выборов не будем настраивать людей в таком мрачном взвете я думаю что те кто это понимает уже сделал свой выбор который не изменится а те кто не понимает ну нет можно только развести руками что еще можно сделать ты прав абсолютно но вот эти это вот рисование черными красками пардон за краски так вот я хочу сказать что вот если вы не хотите всего этого получить так сказать вместе с новыми лицами в Белом Доме то ну относительно новыми он вроде там уже ошивался 8 лет экс вице-президент но вот желательно чтобы вы особенно те кто по каким-то причинам ну вполне реальным причинам очень многие люди действительно голосуют день выборов то есть завтра говорится соберитесь силами и пойдите на участки и пожалуйста отдайте голоса за тех кандидатов которые того достойны но мы уже сказали кого мы считаем достойными поэтому да кстати я могу напомнить о том что было 4 года назад день выборов на известном социальном сайте под названием фейсбук там Марк Цукерберг заблокировал всех сторонников республиканской партии а сторонникам демократической партии отправил напоминания и личные просьбы пойти на выборы по предварительным оценкам это принесло Хиллари Клинтон дополнительные 450 тысяч голосов да да это то есть там ничем гнушаться не будут ну а журнал Тайм вообще отличился это же надо вообще-то сделать набор заранее и все и опубликовать еще ко всему красавцы просто они показали вообще вершину журнализма да ну что тут говорить вершину журнализма я вот могу кстати привести пример вершине журнализма когда я начинал работать в израильской газете Маариф там на базе Маариф была создана русская редакция и нам читали лекции ведущие журналисты израиля и они говорили что собственно говоря для того чтобы журналист использовал журналистскую этику он обязан проверить каждый материал каждую информацию из двух источников если второй источник не хочет комментировать это событие то это необходимо указать в комментарии и как пример нам привели такой случай когда пример министр Израиля Минахим Бегин в 1984 году после того как израильтяне уничтожили ядерный реактор в Ираке позвонил своему племяннику журналисту и сказал вот знаешь Эммануил я тебе хочу сообщить социационную новость мы уничтожили иракский реактор первое что спросил у своего дяди его племянник а кто еще кроме вас может это подтвердить замечательный пример ну хорошо остальные примеры ты уже приведешь когда мы уйдем на несколько минут на рекламную паузу послушаем важное объявление а потом возможно и наших слушателей если у них будут вопросы продолжаем нашу программу напомню телефон в студии 847-400-5200 если у вас есть вопросы пожалуйста звоните и задавайте да кстати Игорь у нас есть вопросы если вы не возражаете да я напомню только что Игорь с нами из Бостона пожалуйста говорите здравствуйте здравствуйте Игорь ваш гость сказал о том что он сомневается в честности выборов и сегодня у нас в Манхэттене все бизнеса покрыли ворота и окна и фанерами и они уже тысячи дня не хотят работать потому что опасаются погромов и это мне напомнило ситуацию когда день приговора Джей Симпсона в середине 90-х годов и я помню что Алшафтон тоже грозился устроить у нас погром в Нью-Йорке в случае если не оправдают Джей Симпсона но его оправдали и этих погромов не последовало вот и я помню 2008 году точно такая же ситуация была если мы не выберем в Обаму то последуют тоже вот такие недокладные реакции наших левых как вы думаете удастся ли в смысле левым надавить на избирателей спасибо спасибо за вопрос Игорь ну пожалуйста я могу сказать что в отношении Нью-Йорка я уже говорил что там у меня особо сомнений не вызывает демократическая партия и собственно говоря эти угрозы может быть и имеют какое-то значение может быть и нет но в любом случае Нью-Йорк и Калифорния я не учитываю человек имел ввиду все-таки президентские выборы кто выиграет а не конкретный штат вот же о чем речь речь идет о том что в Нью-Йорке такие вещи происходят например в Сочувствии такого нет а в Пенсильвании такого тоже нет насколько я знаю в Огайо во Флориде такого тоже нет так что это типичная вещь которая для Нью-Йорка очень характерная я прекрасно помню именно вот этот вот конец 94-го года когда был вынесен оправдательный приговор О.Джей Симпсону я тогда как раз работал в газете в новом свете редакция была расположена на Тайм-Сквеер и просто люди стояли действительно в ожидании там было такое огромное табло по которому все смотрели за вынесением приговора и в общем состояние даже несмотря на то что в тот момент мэром Нью-Йорка был Рудольф Джулиани республиканец в общем все равно атмосфера была достаточно неприятная и один из моих коллег в редакции вздохнул с облегчением когда услышали что О.Джей Симпсон оправдали он сказал ну слава богу теперь может он даже и виноват но по крайней мере последствия были бы совершенно не против но по такой логике в этот раз мы надеемся не будет действовать что выберут Байдена чтобы только погромов не было ну да ну да да чтобы не было войны да чтобы не было войны мы выберем не-не-не господа вот тут мы все-таки рассчитываем на то что кстати очень интересно опасения да опасения существуют я согласен с нашим слушателем даже не опасения мы практически уверены что что где-то да будет полыхать но но главным образом как поведут себя в общем-то те кто те у кого власть все-таки в руках кстати очень интересную вещь написали мне тут в фейсбуке любопытно прокомментировав вот одно из радиопередач о том что у Трампа оказывается административный ресурс и свои люди в избирательных в этих участках на избирательных представляешь вот как должно быть у человека что в голове такое написать у нас есть звонок то есть они уже предчувствуют выражение Байдена наверное я не знаю с лаком в руки хорошо добрый день слушаем вас в эфире здравствуйте здравствуйте я бы хотел сказать такую вещь если разрешите по поводу завтрашних выборов которые составят вот я имею ввиду Чикаго скажем девятый обрук Нью-Йорк там где демократы уже с прошлых выборов продавили процедуру чтобы не надо было предъявлять удостоверение так вот воспользоваться предлагаю так сказать воспользоваться этим правилом Майкидо использовать силу противника и проголосовать за друга за подругу и еще за кого-то их же способом так ну вот ты можешь это комментировать я все-таки думаю что консерваторы отличаются некоторым образом от совершенно невменяемых людей леволиберальных по крайней мере тем что они соблюдают законы да и еще я хочу добавить что вот все слушатели наши консерваторы я им тоже предлагаю еще раз проголосовать за друга за Дональда Трампа на завтрашних выборах за большого друга да не ну совершенно верно дело в том что идти на какие-то нарушения даже ради достижения каких-то целей самых светлых мы знаем чем это кончается то есть давайте мы будем в рамках закона но с другой стороны мы будем в этом участвовать я думаю что если все придут люди которые в общем-то не именно симпатизируют президенту как вот в личностном плане там разные мнения могут быть а кто поддерживает его курс они должны прийти проголосовать просто вот другого мнения нет даже те кто был безразличен к политике и вообще ко всему на свете как ты считаешь я абсолютно с этим согласен и сводя по всему эти выборы будут рекордными по количеству избирателей то есть на сегодняшний день уже по-моему 100 миллионов проголосовало 100 миллионов когда еще ты не напомнишь цифру сколько всего проголосовало людей в 2016 году ты не помнишь ну если говорить о процентах по-моему 56 процентов было а 56 процентов соответственно составляет на сегодняшний день 180 тысяч а меньше немножко 175 миллионов то есть да 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 конечно кстати да я недавно смотрел что-то там с 2000 года вот выборы то примерно вот от 53-4 процентов до 58 вот в этом диапазоне каждые 4 года голосовало 170 170 миллионов да 170 миллионов ну по процентам 56 процентов да по процентам да вот эти 56 условно говоря так вот мне тоже кажется что в этом году конечно никаких 56 не будет будет заведомо больше да да вот ну у нас есть звонок попробуем принять его добрый день слушаем вас говорите а добрый день меня зовут Сергей я хотел сказать я только что проголосовал где-то часа два назад я живу в Гурни а пришел спросили мое имя проверили мой адрес не спросили ни моего драйвелайсенса ничего дали бюллетень и спокойно все проголосовал у меня месяц назад умер сосед который рядом со мной жил недалеко я свободно мог прийти назвать его имя и точно так запроголосовать вообще вообще никакой проверки только если адрес числится имя числится все ну вот как раз прошлые выборы я я еще жил в Гурнии тоже голосовал там ну вроде бы я не помню я вроде бы показывал свое айди ну ну вот вот такие данные я точно могу сказать что у меня тоже никто не спрашивал никаких документов меня спросили имя фамилию адрес и вычеркнули меня из голосовавших вот что теперь теперь я могу прийти проголосовать за кого-то из своих соседей если они уже умерли к тому же да у нас есть звонок прием его добрый день слушаем вас добрый день хорошо что я порвался вот как раз последний пример показывает что даже ваше настроение и вы за Трампа но вы хотите все-таки остаться в рамках закона когда сидите за карточным столом с людьми которые крапленными картами играют иногда иногда для спасения страны нужно нарушать правила и вот я надеюсь что даже если случится час икс и либерасты выиграют Трамп найдет решение надеюсь чтобы положить конец даже если оно не понравится всем демократическим в кавычках силам всего мира потому что мы говорим не о президенте который сейчас говорит а направление движения нашей страны и западной цивилизации вот так надо смотреть и тут не до как вы сказали да надо по закону иначе можно что-то что-то не так сделать но жизнь немножко другая к сожалению спасибо ваше мнение мы понимаем я тоже понимаю что в белых перчатках не всегда можно все сделать но вот что ты скажешь я надеюсь что все-таки до этого не дойдет ну вот мне тоже кажется что на самом деле мне кажется что возможно два варианта 50 на 50 это вряд ли получится но скорее всего будет или полный разгром демократической партии или будет что-то на грани на грани того как это было приблизительно в 60 году между Кеннеди и Никсоном в 2000 году между Бушем и Гором и вот тут конечно у президента есть гораздо больше полномочий чем у его абонентов на это мы можем рассчитывать а в принципе то что сказал наш уважаемый слушатель ну к сожалению история повторяет такие факты если бы Корнилов был более решителен в 17 году в августе то у нас бы не было ни Ленина ни Гитлера как это неудивительно потому что на самом деле Гитлер это вне всякого сомнения плод всей той эпохи которая проходила тогда вот вся эта всемирная революция попытки ее сделать это прекращение Первой мировой войны это позорный Версальский мир для Германии это возникновение совершенно ниоткуда такой фигуры как Гитлер которая привела просто к катастрофическим последствиям к сожалению история не имеет сослагательного наклонения не имеет но на исторических выводах на исторических фактах можно сделать какие-то выводы я сегодня как говорят люди не знающие своей истории не имеют будущего Игорь я хотел привести реплику Юры Дашевского но наши радиослушатели его знают благодаря твоим программам ты его приглашал он выступал вот он в фейсбуке пишет я не слышу голосов мэров и губернаторов чьим городам и штатам угрожают террористы БЛМ и Антифы их заверений имеется ввиду губернаторов и мэров под стук молотков обивающих фанерой бизнесы в элегантных районах прославленных американских городов что все меры будут приняты для защиты тех кто тупо платит им зарплату и голосует за их грязные задницы мерзавцы воры трусы ну ну кстати говоря да есть комментарий у меня на эту тему что вот сегодня буквально перед началом программы я спросил Алексу какие она дает прогнозы ну она мне выдала там соответственно 58 процентов у Байдена всего соответственно 42 у Трампа и так далее ну Сири там немножко получше но включила мне какую-то новостную программу о том что Трамп сказал что возможно он более доктора Фаучи и сразу пошли комментарии что во время митингов президента Трампа 30 тысяч человек заразились коронавирусом да но почему-то никто вообще никогда не говорил сколько людей заболели коронавирусом во время вот этих массовых беспорядков просто даже ради информации то есть это что вообще секрет или что или что еще нет не было потому что это мирные демонстрации а когда люди мирно идут на мирную демонстрацию они не могут заболеть по определению ты понимаешь так у нас есть звонок добрый день слушай вас здравствуйте я хочу внести маленькую поправочку по поводу процесса голосования я думаю что я думаю что голосовать за кого-то не получится ну у нас которые так которые не привыкли это делать потому что они просят во первых и на фамилию и адрес это все элементарно но потом они у них есть датабейс в котором есть ваша то есть подпись того человека которого вы говорите если она не совпадает то тогда требуется два идей вот насколько я знаю так это правильно в случае мечтать не стоит да да нет абсолютно я с вами согласен что подпись требуется безусловно просто ради интереса я могу вам посоветовать сделать такой эксперимент когда вы пойдете в магазин и купите что-то на кредитную карточку подпишитесь какими-то каракулями вы увидите что ваш платеж все равно будет и все пройдет я поняла я поняла это другое немножко здесь они очень цепляются они сидят и смотрят при мне я это веду что они все проверяли может быть никто не застрахован от следующего что те или иные конверты которые принимали на предварительном этапе куда-то не пропадут кстати может конечно это все конечно может быть почтальон не доедет до места назначения уже же были случаи когда почтальон уничтожали не ну это все понятно я говорю именно об этом процессе меня он тоже очень интересовал вы абсолютно правы я думаю что так не стоит делать потому что можно ну вот эти советы мы никому и не даем собственно поэтому конечно не стоит этого делать это это по-любому вот женщины абсолютно права потому что действительно два судьи должны подтвердить совпадение подписи как я уже сегодня говорил судьи ну во всяком случае правила такие не знаю соблюдаются они или нет я буду первый раз судьей на выборах но как бы представляют демократическую и и республиканскую партию утверждают судей как бы обе партии обе комитета там в графстве поэтому должны представлять и демократов и республиканцев и они проверяют совпадение подписи у нас есть еще звонок если не возражаете добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день небольшой комментарий по поводу подписи у меня просить очень корявая всегда и я когда голосовала предварительно моя роспись не совпала с тем что у них в базе данных и от меня действительно потребовали пару документов да спасибо кстати вот эта информация она обнадеживает потому что если все же будут вот таким образом подходить то тогда есть шансы что по крайней мере махинаций меньше будет ну естественно на самом деле речь же идет в основном о голосованиях по почте да почему собственно говоря республиканская партия была против этого и наоборот все говорили о том что надо принимать личное участие в голосовании если есть такая возможность и конечно при личном участии это все исключается по крайней мере в большей степени скажем так а ты слышал что уже демократы переобулись в этом плане отчасти потому что ведь попадают многие вот такие пришедшие бюллетени кто-то забыл подписать кто-то еще и они почувствовали что здесь могут потерять и они в общем-то тоже сейчас призывают свой электорат ну естественно те кто не проголосовал по почте бежать и отдавать голоса свои понимаешь вот так ну хорошо вот кстати еще один вопрос интересный как вообще если люди голосовали по почте могут ли они еще раз пойти и от своего же имени не от чужого не от имени чужого человека проголосовать лично нет когда вносятся данные избирателя там есть появляется значок о том что даже в том случае если человек не проголосовал а получил по почте бюллетень он уже считается проголосовавшим там появляется значок о том что ну почтовый конверт такой что человек голосовал по почте если человек не отправил свой бюллетень и выразил желание проголосовать лично он должен предъявить этот бюллетень и тогда ему выдадут новый чтобы он проголосовал серёж а вот такой вопрос вот смотри пограничный штат и грибы и был зарегистрирован в одном штате ныне живя в другом как это в этом да теоретически возможно отправил бюллетень в один штат там где он раньше жил по почте а потом зарегистрировался здесь пришел наверное теоретически это возможно ну понятно давайте еще примем звонки тогда от людей несколько времени остается мало добрый день здравствуйте добрый день ей я вынуждена немножко вас подкорректировать своим личным опытом дело в том что я за несколько дней от до выборов получила бюллетень по почте и как вы учили нас на радио я его взяла с собой если меня будут спрашивать чтобы я его предъявила меня никто я не 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 заполняла его ничего не делала мне никто ни единого вопроса не задал меня только спросили вот извертном бар я не могла понять оказывается имелся ввиду номер дома в котором я живу я все заполнила проголосовала по порядку и спрашиваю человека который там помогал с вопросами а куда мне дети этот бюллетень он трешит и все и даже не посмотрел не проверил ничего и никто меня ни слова об этом не спросил вот это интересно если это был официальный бюллетень то по идее там должна я говорю о том как это должно быть к сожалению не всегда бывает как оно должно быть мы знаем то есть люди которые получают которые вы понимаете в чем дело вам сначала должны были прислать анкету которую вы заполняете отправляете с просьбой прислать вам бюллетень совершенно верно вот если вы они вашу анкету получили послали вам бюллетень и должны были отметить системе что вы проголосовали тем не менее что то где то не произошло ну вот работают таки абсолютно официально я понял он у меня еще сейчас лежит я его не стала выбрать я понял спасибо большое за ваш звонок вот оказывается и так бывает личный опыт тут уже все что произошло лично со мной к сожалению бюрократия которая у нас работает и которую невозможно уволить из трамп сказал о том что необходимо провести так сказать аттестацию и посмотреть кто чем дышит вызвало в рядах наших левых друзей панику и истерику как это так как это так на лояльность проверять будет а то что сидят годами сволочи и нихрена не делают и съедают деньги налогоплательщиков это их не возмущает бюрократия это отдельный класс отдельная партия сереж а давай мы нашему гостю дадим напоследок у нас остается совсем мало времени и так что-то заключительное игорь на заключительное еще раз я хочу обратиться ко всем кто еще не проголосовал и собственно говоря думаю что такие люди есть и их немало чтобы завтра 3 ноября они пришли на избирательные участки отдали голос за своих кандидатов каком бы штате они не жили и не надеялись на все остальные вещи что мол я не проголосую моем штате это не имеет значения каждый год каждый голос имеет значение в любом штате а тем более в таких штатах как мичиган агайо пенсильвания флорида и висконсин спасибо и что все на выборы все на выборы и не ждите кстати говоря как советском союзе к вам не будут приходить с ордами домой чтобы проголосовать это то здесь не будет хорошо спасибо что сегодня уделил на время и до новых встреч и всем удачи завтра